Во дворе детского сада «Солнышко» суета. Воспитатели рассаживают по местам маленьких зрителей, проверяют оборудование и расставляют дорожные знаки. Уже 15 лет подряд в начале лета здесь проводят веселые спортивно-интеллектуальные соревнования на знания правил дорожного движения. Сначала наши замечательные педагоги, воспитатели в игровой форме все повторяли, повторяли правил дорожного движения и как итог у нас проходит вот это спортивно-интеллектуальное соревнование вместе с родителями, которые нам никогда не отказываются удовольствием участвовать. В этом году посоревноваться в ловкости, скорости и знании ПДД предстояло двум старшим группам детского сада командам «Светофоры» и «Дорожные знаки». В каждой эпохе пять детей и пять взрослых. Ребята, как и родители, были готовы раскрыть свои таланты на все сто. «Мы будем петь». «Петь будете?» «Да». «Мы будем еще стихи рассказывать». «Поддержать детей, чтобы выиграть и победить в команде». «Как вы считаете, такие игры, они вообще полезны?» «Очень, конечно. Ну, сплочают детей, сплочают родителей, сестер, братьев, всех». «Самое главное, конечно, не победа, а участие, но все-таки хотелось бы победить». В начале ребята продемонстрировали, как необходимо переходить проезжую часть пешеходам, в том числе с колясками и самокатами. А также показали, что знакомы со знаками регулировщика дорожного движения. «Если на своей коляске переходят проезжую часть». Затем началось самое интересное – поиграть в футбол с препятствиями, собрать дорожные знаки, быстро пройти по надземному и подземному пешеходным переходам. Прокатиться на самокате на скорость каких только заданий не было. Ребята и их родители участвовали в веселых эстафетах, танцевали и рассказывали стихи. «Загорился свет зеленый, проходи, мой друг, ученый. Помни правила движения, как таблицу умножения». Практически сразу в игре наметился лидер команды дорожные знаки, но соперники из светофоров изо всех сил пытались взять инициативу в свои руки. В результате напряженной борьбы и победу в состязаниях одержали все-таки дорожные знаки. Им вручили кубок победителя. Все участники получили памятные медали, световозвращающие наклейки и брелоки.